Всем привет дорогие друзья! Продолжаем проходить World of Final Fantasy. Я за время между второй и третьей серии изучил все, что нам писалось в Тип Джаре. В общем-то, никаких новых советов, кроме того, что временами надо unstack'аться для того, чтобы распределить опасный дамаг по партии. В общем, там ничего такого нету. И больше ничего мы, наверное, не получили, не узнали. Единственное, что когда я залогинул свою игру, мне дали еще каких-то 3к айтемов. У меня теперь этих коллизиум тикетов уже столько, что непонятно, что с ними делать. Они, видимо, все разные, видимо, все для чего-то, но пока мы коллизей не найдем, мы не узнаем, что это. Ну, это какие-то DLC и бонусы. А еще, еще, еще я разобрался с андвейчерлогом и обнаружил у них достаточно тупую систему апдейтов. То есть, вчера я зачитывал вам синопсис первой главы, а сейчас они добавят туда еще текст, и когда он туда добавляется, не всегда понятно. Но давайте, может быть, обновим, или для тех, кто не понял, что происходило в предыдущих сериях, прочтем, что же происходило у нас в прологе и в главе первой. Я так по-быстренькому пробегусь, не буду слово-слово переводить, а так чисто перескажу. Молодой мальчик очнулся, пора работать. Он торопится на работу со всех ног в свое кафе, где он работает на полставочки. Мальчик шокирован, что он первый, кто прибыл на работу в это утро, но посетитель уже сидит за столом, посмеиваясь. После того, как он обслужил посетителя кружкой кофе, мальчик хотел расслабиться, но не тут-то было. Когда в дверь ворвалась его сестра Рейн, она схватила, вытащила наружу и стала тыкать в окружающее пальцем, мол, ничего ты не замечаешь. И действительно ведь на улицах никого не было. Посетитель, она же Энна Кросс, вышла из кафе, представилась, представила маленькую лисичку Таму, которая все это время была, кстати, у нашего героя на голове, но он ее не замечал. И начала объяснять, что происходит. Рейн и Ланн обладают особой силой. Они хранители миражей. Наверное, миражей, да, я не знаю, как правильно слонить это слово. Ай, покемонов, короче. У них есть особое умение контролировать эти создания. Когда-то давно их силы были настолько велики, что они могли править целым миром. Но все их знания, а также все их силы были отобраны, оторваны от них. Но есть надежда. Они могут восстановить их миражи, а те могут помочь вернуть их воспоминания. И, возможно, они смогут найти свою семью. И у них теперь есть, да, так сказать, гид Энна Кросс и лисичка Тама, которые направили их в новый мир гриморов. Мир, страну миражей. Вот такое вот начало. Немножечко такое наивное. Но это сказка, не забываем. Это сказка, поэтому здесь все правила сказок применимы. Не надо спрашивать, почему они вообще стали доверять этой тетке. Или кто она такая. Почему они не задались вопросом, почему они ее вид других не видят. Вот сказка, это сказка. Делим на два, на три. Не знаю, на столько, сколько нужно, чтобы сказка брела смысл. И да, тот же самый синопсис первой главы, которую я вчера уже зачитывал. Когда Рейн и Лан попали в гримор, они увидели, что они стали похожи на местных обитателей. То есть такие же маленькие. И они стали собирать миражей. Изучали местный лес. До тех пор, пока они не нарвались на такую реальность, как Муркрифт. И там они получили свое первое поражение. И были восстановлены лисичкой Тамой. Которая пожертвовала одной из своих жизней. Которая у них дохера почему-то. Более того, он их регенерирует. Чтобы снова вернуть их в этот Найнвуд Хиллз. Это город, где они жили до этого. Город, где никого нет. Они снова наткнулись на Эну Кросс. Которая сообщила им, что у них есть посетитель в их мире пустом. Который непонятно как. Кто у нас параллельс вообще. И кто он. И нам надо, наверное, пойти и встретить этого посетителя. В общем, этим мы сейчас и займемся. Такое вот краткое вводное словечко. Кто-то любит говорить, что там, где есть жизнь, есть надежда. Но это просто фраза. Интересно. Интересно, какая же ты, блин, едкая. Итак, она на Норфе Променаде. Давайте по карте посмотрим. Так. Ага. А давайте, знаете что? Раз уж мы в городе, нам надо побегать на нашей нормальной форме. Я знаю, куда нам надо дойти. Просто мне хочется посмотреть. А что-то меняется вообще в городе? Ну, может быть, какой-нибудь сундук вдруг появится. Либо еще что-то. О, смотрите, Твинс Рум. Давайте зайдем сюда. Так, здесь они все расстелись по своим местам. И что мы можем здесь сделать? Здесь у нас есть какая-то консолька, похожая на PlayStation 1. Так. Выберите, что вы хотите посмотреть. Mirage Manual. Who is who? Minigames. Close. Mirage Manual. Что такое Mirage Manual? Ага. Вот. Вот она. Вот оно то, о чем нам рассказывали. Хорошо. И здесь мы можем посмотреть все, видимо, наши Mirage. Покемоны. Я хочу называть их покемоны, если честно. Не очень удобный интерфейс. Но, допустим, статистика у нас только по наличию. Типа есть, нету. Да, сколько мы их победили? Наверное, такой информации здесь нету. Ну, ладно. Так. ХП. Ага. Тут есть какие-то ХП-характеристики, можно увидеть. Которые нам известны, наверное. Абилити, но, да. Никакой статистики о количестве побежденных нету. Жалко. Предлагают собрать их все, как покемонов. Хорошо. Who is who? Кто есть кто? Лан. Так. Кто он такой? Джош. Ксиви. Джошки Атон. Сома Сайта. What the hell? Это его родители или что это? Что такое Джошки Атон. Сома Сайта. Хорошо. Возраст в этом мире 15 лет. Ну да. Обычно в Final Fantasy мы всегда играем за детей. Нужно понимать это. Так, по метке что? У него есть какие-то татуировки или метки на левой руке. Dude. Чувак. Что это значит? Младший брат Рейн. Ментально нестабилен, но морально постоянен. Ха-ха-ха. Считают, что да. Нормальное поведение это опциональное. Окей, ладно. Что у нас? Рейн. Тоже 15 лет. Аманда Лейтонсора Амамья. А, Сиви. Это, наверное, знаете, что это? Что-то мне подсказывает, что это Voice Actors. Для него. То есть здесь они просто указывают, кто их озвучивает. Мне почему-то так кажется, не японский и английский вариант. Так, тоже имеет метки. Старшая сестра. Ну, как старшая? Менем обоим 15 лет. Ну, ладно, разница небольшая. Любит контролировать брательника. Всегда. Always on the ball. Нет, не знаю этого выражения. Не знаю, что оно значит. Всегда помогает Лану с ее быстрым обсуждением. Осторожно планируем. Ладно, Тама. Окей. Возраст неизвестен. Потому что вообще Хазектон и откуда она. Навигатор. Забавно разговаривает. Летает. Ездит на головах людей. Маленькая девочка внутри. Умеет пошутить. Милая и невинная. Да ладно. Не верю. Хорошо. А почему нету этой самой... Кросс? Или кто она там? О, Сефирот есть. Почему-то Сефирот нам не дают... Вот Сефирот это как бы злодей 7 Final Fantasy. У меня он просто присутствует, потому что его персонаж был как бонусный ДЛЦ на предзаказ игры. Где-то мы сможем его использовать. Хорошо. Мини-игры. Что у нас за мини-игры? Никаких мини-игр нету. Видимо потом появятся. Наверняка что-то через них можно будет добыть полезное. Так, хорошо. Что у нас тут? Хотим ли мы передохнуть? А давай передохнем. После этого у нас должны... Да, ХП, АП, Ресторт. Отлично. Поговорим. Какая-то ты неразговорчивая. У него на кровати, кстати, сидит персонаж из 7 Final Fantasy, один из главных героев. А наверху видите кактуара и Чукоба Большого. То есть Чиби-версию Чукоба Большого. Ну ладно, неважно. Если вам-то ни о чем не говорит, поверьте, мы с этим еще повстречаемся. Если один из твоих Миражей научил струль-абилитеты, он вас ведет в поле, так же как лава, которую вы включили в вашей линии. Так, но это в городе не распространяется на них, или распространяется вот эта возможность? А, черт его знает. Странно. Музычка прикольная, надеюсь, у меня за нее копирайта не паяют. Японцы очень трепетно относятся к копирайта на свою музыку. Лилипутик, давайте мы тоже так превратимся в Лилипутик, чтобы не смущать ее. Привет, девочка. А нет, смотрите сами. Чоколатэ? Интересное имя. Ха? Я тоже есть такой смешный мак, чтобы закрываться в странных местах. А, классно. О, правильно! Особенно выписываешься? У меня есть саи, шоколадная. Чоколадная. Окей, походу это магазин. Эээ, Чоколейт Март. Это имя что ли, или это просто чоколадная? Чоколадная. Чоколад. 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 Чоколате Чоколате Лавка, короче Она, у нее есть привычка Подбирать самые разные странные предметы Эти предметы могут быть Наши, если у нас есть достаточно денег Логично И ее, как бы, ассортимент Всегда пополняется, так что не забывайте К ней наведываться Периодически, ну ясно Какая-то такая своеобразная, странная лавка Хотя почему странная, смотрите Potion, Phoenix, Dawn, Antidote, I-Drops I-Drops, по-моему, лечит Глазные капли, по-моему, лечит ослепление Remember Herbs Хер знает, что это такое Вот это вот, я не знаю Pick me up Тоже не знаю, что это такое Тут все написано, вот Это, да, удаляет Лепоту, это забывчивость Это сон снимает Это уснимает конфузию А это стабилизирует разболтавшийся стек То есть вот эту нашу пирамидку Poison Fang Иногда накладывает яд Dream Powder Тогда накладывает сон То есть там были защиты, а теперь уже те элементы, которые действуют на кого-то Иногда накладывает конфузию, иногда Накладывает Слепоту Иногда накладывает Берсерк, иногда Накладывает Забывчивость Окей, понятненько Так, а продать мы что можем? Только то, что у нас есть Poison Phoenix Dawn Это мы не продаем Это нам самим пригодится Так, мы можем вернуться в Гриммор через основные ворота в Сильвер Парке Окей, хорошо Я хочу поговорить с ней Чему он не говорит с ней? Чок-ка-чинг Какая она смешная Ладно, она не очень разговорчивая Это просто магазинчик, где мы можем покупать аптечки И другие полезные предметы Если они у нас закончились Так, а что у нас? Ага Мы не можем никуда попасть, да? Вот есть такая проблемка в финалках Что обычно тут Не так много чего можно исследовать Не знаю, как в 15-й будет Но во всех остальных финалках Открытый мир, он такой Только на картинке На самом деле он очень-очень пустой Ай И все секреты И всякие специальные ивенты Их нужно просто знать, где они происходят Это вот именно исследованием Такое очень Грустное на самом деле Но Не все так плохо Не все так плохо Игра заставляет Так, лисичка сошлепнулась Фея Серафия Игра заставляет Игра заставляет Игра заставляет И, ну, давайте посмотрим О, я хорошо Собираю вещи Да Собираю? Собираю? Почему ты думаешь, что я здесь? Ты должен иметь Тонны Присмариям Многое, чем ты Собираешься, да? Ну, мы Ага, мы все еще работаем Присмариям 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 Короче, это фея-сундучок Она Позволит хоронить Всех найденных Покемонов у себя Потому что Всех нам За раз В кармане не унести И нам нужно будет Брать с собой Только те, которые нам нужны Остальных Скидывать ей И потом у нее Брать, если нужно Как 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 ей скидывать Кого-то Пока непонятно Она сказала Вроде как Напрямую из города Либо через какие-то Специальные Места, которые Напрямую Коннектятся к ней Ну, я так понимаю Что это надо будет Сайфпоинты Ну, да Да, как я и сказал Либо прям в городе Либо через сейфпоинты Все Достаточно логично И мы получили Серафон Так, Серафон Что такое Серафон? Это специальный девайс Который мы можем использовать Чтобы позвонить Серафии И за Получить доступ К нашему Чемоданчику С призмами Удаленно Она не собирается Просто покидать Найнвуд Хиллс Но Спасибо При помощи Серафона Мы сможем Изменять Наших миражей Прямо на ходу Пожалуйста Держите В голове Что каждый Серафон Может быть Использован Только однажды Потому что Серафия Не особо Хочет А, потому что Не особо хочет Помогать Ну, ясно Ну, и потому что Ваша дата Секью Охранность Охранность Ваших данных Очень важна Для нас Конечно Я так понимаю Что это Просто ограничение Чтобы вы Во время Толка Пошли на какую-нибудь Миссию Не могли постоянно Перетасовывать Команду То есть Вам нужно готовиться К каждой миссии Я думаю Это такое Искусственное ограничение И нам дали Новый мираж Транс Фигурейш А, да, да Нет, мираж Как зовут Миража-то Как миража зовут Мда Так, ладно Непонятно Как ее зовут А, Силф Просто Силф Просто Фия Силф Окей Хорошо Да, мы не будем Мои переименовывать Лукс Гуд Окей Так, что мы Где мы Нам предлагают Возвращаться Обратно В мир Ну что ж В принципе Логично Так, а что у нас Там с world map Так, у нас Смотрите Есть dungeons Wellspring woods Здесь регионы Есть города Все это пусто Есть только Да, здесь можем Посмотреть Где какие покемоны Возятся Ясно Миражи, бля Что у нас тут Появилось Так Серафон Ну да Логично Что у нас В сундуке Советов Серафон Ну да Астролог Обилити То мы помним Все, что мы Уже Так знаем Хорошо Adventure Локшин Появилась Наверняка Ну что ж Мы постречали Да Наш магазинчик Улыбчивую Женщину Которую Которая Зовет себя Чоколате Ну и да Она Наш новый Магазинчик Всякой Всячины Партика Так сказать И так же Мы наткнулись На Фею Серафию Которая Нам рассказала О том Что мы можем Держать у нее Свою коллекцию Призм В общем-то Наверное Пока все Давайте Пойдем В общем-то В общем-то Я думаю Ты должен Стоять Стоять Возвращая Ты Магазинчик Уходи Уходи Да Ты Магазинчик Сейчас О Ну Хорошо Я Пойдем Это круто! Я лопаю это место об этом, чем малый пакет. Это серфик гарантей. Но где ты сейчас идешь? О, ну... Где ты сейчас? Да, не очень полезно. Посмотрите, мы действительно должны спросить так много вещей. Нет, нет, ты сможешь это решать. Я не могу сделать все для тебя теперь. Все? Но ты не делаешь ничего. Кроме того, каждый мир имеет свои собственные правила. Как вода дозащит огонь, и льда дозащит огонь. Я думаю, это просто называется сиенция? Ну... Я создавал мое для того, чтобы быть так полностью неизвестен, что даже я не могу удовлетворить их. Удовлетворить что? Удовлетворить правила. Ты плохо объясняешь. Ты говоришь, что ты не можешь помочь, потому что это ограничивает правила мира или что-то? Именно. Но почему это? Я имею в виду, кто ты думаешь? Я? О, ну... Я Бог. Девушки отдыхают... До свидания! Она... Девушка... Я думаю, что мы не сможем срабатывать это. Но для кого-то, кто называет космические шаги... Она выглядит как... ...субиневоленна. Ну... Это Анна Крилл для тебя, так и уведомленно. Так... Она действительно Бога? Это я. Эй! Анна Крилл как Анна Крилл. Вы не скажете? Продолжение! Спасибо за срабатывание. Ну и нас предупреждают о том, что если мы будем все проматывать, мы вообще не будем понимать, что происходит в этом сюжете. Ну правда, для этого мы всегда можем почитать в адвенчур логе. Что уже, блин, происходит, если мы все-таки настолько быстро все мотали, что все пропустили. Хорошо. Нас автоматически засейвили. Скорее всего, это значит, что сейчас будет глава номер два. Нет? Нету главы номер два. Хорошо. Давайте тогда... Я даже не знаю, что у нас еще не поменялось здесь. Ага, сейв кристаллы, да. Ну, сейвпоинты нам говорят, чтобы мы ими пользовались почаще. Хорошо. Что мы хотим делать? Путешествовать. Аксесс призм кейса. Never mind. Давайте зайдем в призм кейс. Что там? Как оно выглядит? Вот так он выглядит. Блин, новая сильфия, она тоже small. Ну ладно, пусть будет. Пока у нас карманы большие. Думаю, ничего страшного. Тревел. Я хочу тревел. У нас, в принципе, никаких других вариантов, кроме как Вэлл Спринг в Уутсе, нету. Попробуем там побегать. Changing Leaders. Press R1. Выбрать того, кто будет лидить. Не знаю, на что это влияет. Может, на что это и влияет, кстати. Ну, пишу, что ни на что они влияют. Ну, это, конечно, нам очень много времени. И кто это? О, да, я хочу названия. Обычно монстры не видны. Обычно монстры не видны. Ну, если вы видели, как я проходил демо, то да, монстры не видны. Вы просто бегите, бегайте, бегайте, бегайте. И неожиданно такой комбат. Так, speeding up battles. Устали от гринда. Вот для вас пару подсказочек. Нажмите R1 во время боя, чтобы промотать. Что-то промотать. Время, наверное. И также мы можем заенейблить автобаттл моду из сингла. Ага. Да, если мы не хотим участвовать в бою, а хотим просто, чтобы они автоматически все делали. И предупреждение, что если вы выбрали активный режим, то пока вы выбираете, что вы будете делать, враги вас будут атаковать. И во время автобаттл мод члены партии запоминают последние команды, которые мы им дали. Поэтому они не сами думают, а просто повторяют то, что мы им сказали делать до этого. Окей. Таргетинг with the basic menu. Ааа. То есть мы можем нацелиться на какую-то из целей. Да, через basic menu. Окей. Используя клавиши боковые свитча. Что ж, давайте вломим этому хомичку по сусалам. И попробуем его заимпризмить. И у нас получилось. Я, кстати, подозреваю, что теперь у нас есть все покемоны из этого леса. Кстати, заметьте, даже те покемоны, которые у нас не заассайнены в стэк, они тоже получают экспо. То есть все, что в карване, то качается. Поэтому, в общем-то, нам и не дают таскать с собой абсолютно всех. Чтобы увеличить то время игры, которое мы будем проводить здесь, выкачивая всех покемонов. Вот такие вот они, зараза. Что, у хомячка не было денег? Бомж. Хомячок-бомж. Так, как его зовут? Му. Его зовут Му. И он умеет регенерировать, походу. Ааа, он крутой. Он, кстати, тоже имеет ability stroll. Тоже умеет искать всякие вещи в кустах. Хорошо. Confirm, да. Пусть будет Мю, Му. Такая милая хрень с рогом на голове. Или это... Что это у него там? Чипчик. Опыт. О, нам решили рассказать про опыт. Опыт, который мы получаем в бою, делится между всеми участниками. Миражи, которые сопровождают нас, но не участвуют в бою, получают 8% общего опыта. Но те миражи, которые сидят в сундучке, в чемодане, не получают ничего. Это то, о чем я говорил. Так что предлагается периодически их брать с собой, чтобы прокачивать. Гринд, гринд, гринд. Одним словом. Лютый гринд повсюду. Вот я не знаю, что мне делать с этим... Эзер, эзер, по-моему, с полу, отстанавливает манну. Я вот не знаю, что мне делать с этим... Эээ... Бегемотом. Потому что... Я так понимаю, что ничего не изменилось. Я по-прежнему слабоват, чтобы с ним драться. Ну, вы видели, он... По 500... Эээ... Дамага наносил. Это очень круто. Можем, конечно, попробовать. Можем, конечно, попробовать. Можем, потому что досить другой. Можем. Не груз. У� я!! Этот игру отбив stake до полу. Уэ... Эortion выполненный мнеまぁ? с дать промо подойти к этому кресту весна остановит отхождение начнется не стоит пробовать за но видимо дважды лобкова айнау айнау комиссия удастов по форуму а м м м м м м м ну чтож ну теперь у меня нет вопросов 26 уровень это реально пока как-то рано так что у нас тут все ясно так нас видите только второй уровень второй уровень и 26 уровень это очень большая разница так что пока что мы будем держать в памяти что здесь сидит бегемо 26 уровня но трогать его не будем кстати мы же нашли всех покемонов да всех покемонов нашли можем продолжить путь и что это такое а мы наверное прошли наконец таки пролог пролог не пролог а скажем так туториал такое стартовое вводное слово от создателей видите сколько у нас заняло полтора часа чтобы сыграть от старт геем гема до вступительных титров ну что ж неплохо неплохо если за эту песенку меня не вздрючат если вдруг сейчас тишина значит меня вздрючили и песенку я вырезал ладненько прикольно ой тут даже аниме контент но сколько я знаю самого аниме по игре нету это просто специально для игры рисованное аниме так себе рисованное если честно не сильно старались я бы сказал что такая рисовка это ну вот из разряда самых низкокачественных сейчас уровней сериалов такие которым обычно оценочка 4 из 10 максимум но это просто так оцениваю то что они нарисовали как бы это не имеет никакого отношения к контенту что то нам показывают показывают каких то боссов монстров за травочки такие посмотрите ребята что вас ждет дальше не бросайте играть так куда же я брошу я же купил эту игру да и нет не поэтому мне она нравится мне серьезно нравится пока то что я вижу и это реально выглядит пока что очень мило прикольно в духе в духе файл фэнтези хотя я встретил какое то пренебрежение к этой игре от фанатов основной серии но ну не знаю как по мне это все равно достойно внимания как минимум а что там покажут мастера номерных мы узнаем наверное через месяц я не знаю когда я буду проходить 15 финалку сразу как она выйдет или подожду вообще проходить финалки на старте достаточно неблагодарное дело потому что часто там есть всякие секреты которые легко запороть не пользуюсь гайдами а гайдов нету в начале поэтому стрёмно достаточно стрёмно быть первопроходцем чтобы ну не начинать игру по несколько раз я люблю такие игры проходить один раз чаптер 2 предсказанная господи прописи как это ой да русский язык я уже забываю ладно ну что ж карты нету эй 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 мы идем к какому-то городу о а здесь же поезд это же станция поезда интересно это doom train или нет больше похож на кактуар кактуар трейд doom train это такой тоже персонаж который есть во многих финалках ну покажите как мы круто ездим на поезде актуар экспресс но ясно вот паркин чай м это черный и белый маг пробежали ул м ул 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 актуар кондуктор а ул 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 Сэмми, Лайфтайм, полупожизненный. Полупожизненный проездной. Прикольно. Да, у нас теперь тоже есть полупожизненные проездные. Не знаю, что это значит, но юмор мне нравится. Корнелия. Это наш первый город. А может быть, и единственный. Ну, вряд ли единственный. Там были списки городов. Да, это как-то из-за фантазии. Бахаму? Нас снова ввязали в какой-то бой с какими-то армиями богомутов. А чё это у них, сам? Хорошо. Ну, давайте попробуем его вточить. Ау, мы его убили. Так, окей. Немножко промотаем. Блин, как-то хочется вот так... Ударить, чтобы он... Так, а как подождать друг... Другого персонажа? Хорошо, давайте defend поставим. А вот этот пусть ударит. Во. Он автоматом-то сделал, и не получилось. То есть, это сюжетное что-то? Да, это сюжетный ход. О, что... Что просто случилось? Почему я не смогу импризмить этот мираж? Ты не видел свет, в окружении? Это означает, что он подходит к другому защитнику. Б... что? Био? Смел? Аааа... Нет! О, что я имею в виду, что мираж уже есть еще один мастер. Так что, пока вы дадите их боссу старого, он его ху, вы не сможете обеспечить это себя. О, как. То есть, мы не можем заимпризить тех, кто уже был заимпризен. Хе. Интересно. А и тут покемон-тренеры появляются, да? Хе-хе, то есть, мираж-мастеры. Простите. Хе-хе, то есть, мираж-мастеры. Спалились мы, короче. Все-таки, ты... Ты воедешь сюда ходить из прошлого мира. О, ну, я добавляю... Я,хе... В самом деле, я думаю, что ты довольно хорошо проявляешься. И мы мираж-мастереры, тоже. Мон, не скажи ее! Почему не? В говорить о том, мы слишком хорошим, чтобы попробовать это. Я, типа, экзудуя все вокруг. Ман, ты даже не знаешь, что экзуде означает. Есть кто-то, кто хочет иметь слово с тобой. Вы могли бы остановиться в Кастле Корнелия? Итак, давайте найдем этого места Каса Корнелия. Каса не означает «сор»? Это должно быть «сор»! Ну, ты забыл правильный направление, правильно? Правильно? Даже если остальное остальное было совершенно неизбежно. Эта женщина должна быть важна, если она пригодит нас в Кастле. Я хочу сохраниться, потому что серия уже затягивается. Часовые серии устраивать не хочется. А-а-а-а. Кастле Корнелия находится на уровне города. Я знаю. Правильно. Мы должны остановиться. То есть, нам не дают, да? Кастле Корнелия находится на уровне города. Правильно. Мы должны остановиться. Ну, ладно. Сыграем по вашим правилам, ребятки. Но я бы хотел сохраниться сначала. А может, сохраниться можно из меню? Нет, нельзя. Вот это проблемка. Ста была проблемка в финалках такая. О, это же принцесса. По-моему, она с какой-то финалки была. Но не уверен. Ты же, как-то принцесса. Мы не понимали. О, мой бог. Я так извиняюсь, Лан acted like such a royal idiot. Я не royal. О, и я его старая сестра, Рейн. Это honor. Пожалуйста, forgive the rules. В первую очередь, я думала, что вы могли быть agents sent here by Bahamut. Я ошибаюсь. Вы стоили в правильности против их миражей. И вы держите наш город в безопасности. Продолжение следует... Пророчества? О, это правильно. Я думаю, что я слышала, что городские люди говорят о какой-то подобной прописи. О, я извиняюсь. Если вы позволите мне, я буду объяснить это с начала. Пророчества, точно. Вы видите, Корнелия? Это нефедерированная страна, в среднем до Гримуар. Нефедерированная? Да. Пожалуйста, объясните это тоже. Многие страны и муниципалитетов уничтожили себя в Бахамутской Федерации, под правой правой Брандолиз, Кринской Федерации. Корнелия, however, продолжает сохранить свою правильность. Федерация, кстати, это пытается, что-то уничтожить эту стаду, много раз. Но мы не поднимали нашу землю, и сейчас Бахамут принялся к вооружению. Вы имеете в виду, как... что-то отражение, что-то, Да. Так что где эта проповедия входит? Проповедия Азура говорит о разнообразии. Когда время начнется с новым маршем, они вернутся как посетители. Гианты из леса мира, не нашим. На гримуаре, они будут вредить два разнообразия. Один, который приводит спасение, и другой, рюмин. Энгма, чтобы уничтожить даже на высшем сознании. Гианты могут... рюмин. Рюмин, да? О, чувак! Тама, эта проповедия о тебе! Что? Что ты говоришь о том? Ничего не так, как я смею! Ты видишь, думбий! Ну, на самом деле, я думабельно чем ты! Извините, господин. Я боюсь, что там просто нет успеха. О-о-о-о-о-о-о-о... О-о-о-о-о-о... Та-о-о-о-о... О-о-о-о-о... 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 О-о-о-о... О-о-о-о-о... О-о-о-о... 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 О-о-о... О-о-о-о... О-о-о... 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 Продолжение следует... 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 Продолжение следует...